Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей командной партии 2 на 2 на карте Запад-Восток в турнире, который проводит Сириус в моей группе. Я играю за Австрию, мой напарник 12G играет за Ирокезов, а против нас Рэдди Миша за Россию и Маридин за Францию. Первую серию вы могли видеть вчера, ссылка на неё есть в описании или сейчас появляется в верхнем правом углу. Если вы её не видели, то рекомендую всё-таки к ней перейти, всегда интересно смотреть игру полностью. Ну а всем остальным приятного просмотра, и хочу обратить ваше внимание, что это видео я записал с битрейтом в 60 фпс. Это в два раза увеличивает время обработки видео, но, видимо, визуально будет приятнее. Пожалуйста, в комментариях отметьте ваше к этому отношение, или всё-таки в Циве битрейт не настолько важен, как в экшн-играх. На этом всё, приятного вам просмотра. Понимаешь, они почему-то мало городов поставили. У нас 4,3 города, тем более, что ты ещё четвёртый хотел ставить, по-моему, там, где... Ну вот у меня там соль, вот там, где я сначала думал ставить, потом... Мне кажется, что они сейчас будут нападать. То есть, в таком случае, русский будет нападать. Я напоминаю, что у нас с тобой, на самом деле, у меня будет куча великих людей. Во-первых, с кофеин, у меня пиза, то есть у меня плюс 50% к появлению великих людей. Во-вторых... 50-25, Лёш. Это... Сейчас слишком много. Нет, это с кофеин. Сколько? Вместе суммарно что-то считаешь? Конечно, конечно. Одни кофейни 25 дают. Ну, а пиза? И пиза 25, да. Ну, так сколько итогов? Итого 50, да. Я думал, ты имеешь в виду кофейни отдельно. Слушай, я тебе даже наврал, у меня плюс 100%. У тебя там много вообще. Это ты на каких людей смотришь? Это, значит, смотри, в... В столице у меня плюс 100%? Я смотрю на ученых, на писателей, на художников, а в других городах плюс 75%. Ну, короче, у меня сады не везде стоят. Да, у меня не везде сады просто стоят. То есть 100% плюс. Кроме того, у меня еще будут великие люди с верой. Я понимаю, что надо будет... Кстати, не забудь у себя мечети еще строить, или что-то мы взяли. Они есть. У меня только восенинки и религии еще нет, кстати. Восенинки нет религии. Плюс мне самому бы эта вера пригодилась, чтобы потом... Хотя нет, я не буду рацик закрывать в этой игре, скорее всего. Ну, я могу тебе принести... Сделать мне еще одного миссионера? Заодно восенинку и в молоку распространить. Давай, давай. А, стоп. Так у меня же мечеть Джене построена. Я вообще там могу... Сколько у меня будет там распространять? Кстати, я могу великого инженера купить еще. Нам нужен на что-нибудь великий инженер? Да нет особо. Ну, можно какую-нибудь фарфорку, кстати, ради ученого. Это прикольно. Но, с другой стороны... Ну, кстати, знаешь, поменять инженера на ученого... Мне кажется, неплохая идея. Ну, то есть, смотри, ты можешь либо не тратить веру и купить потом ученого, либо сейчас построить фарфорку и ученого у них как бы тоже забрать. Мне кажется, она того стоит. Почему так мало таймера вообще? Две минуты там было, видишь? Так. Вот у меня рабочий ниже Анандаги. Что тебе где строить там? Сейчас скажу. Ну, вообще, торговый пост на джунглях слева. Который на джунглях, который на холме? Да. Так, повтори еще раз про инженера с... Я думаю, тебе можно скупить инженера и купить... И в пагоду заинженерить. Мне именно заинженерить? Да. Вопрос только, первыми ли мы выйдем в пагоду и будет ли у них инженера на нее? Там по слоту... Париж последний самый. То есть мы с тобой его обгоняем. Вот если русский будет инженерить, не очень хорошо. Блин, вообще уголь 9 ходов. А, мы ж... Кстати, я тебе отговорил в козил деньги бросать. У нас был бы уголь. Они оттуда его имеют вроде. Да, так они только оттуда его... У них бы не было угля, а у нас был бы уголь. Я вспомнил, что я жалел об этом. А ты бы кинул... Если я не кинул, ты таракотку, по-моему, должен был построить. А, нет, ты... Я просто должен был кинуть. Кинул бы деньги, и тогда бы у них не было угля, и козил был бы... А у нас бы сразу был уголь. Да, точно. Да, ладно уж. Я вот что думаю. Вот смотри, через три хода... Ты же в козил посадил шпиона? Да, я вижу, посадил. Значит, смотри, через три хода... Там не переворот будет, а влияние упадет. Там 143, то есть 23 он сверх имеет. Да. И если оно спадет, за три хода немножко спадет, плюс еще переворот этот... Ну, ты понял, какой. И если... Ты хочешь туда деньги. Есть такая мысль. Так вот стоит ли она того? Я получу культуру, которая мне для автократии поможет, в принципе. А я просто думаю, что эти деньги нужны на покупку... Тоже верно, на покупку самолетов. На покупку фабрики, чтобы первым автократию... Фабрики. Так, мы ничего не можем у Франции украсть. Три хода до архитектуры. А, нет, они вышли. А я в Москву могу украсть. Они вышли в архитектуру этим ходом. Да, но мы в астрономию вышли. То есть посмотрим сейчас, если они... Ну, заинженерят заинженерят, что делать. Вообще, знаешь, я бы... Нам надо в научную теорию выйти. Либо электричество, либо в биологию сразу. Что-то из этого нужно открыть. То есть электричество – это наше производство, которое мы сможем в ГЭСКе построить. Биология – это мы будем в курсе вообще, сколько у нас нефти. Сколько у них нефти. Так для биологии еще надо навигацию и археологию открыть? Да, да. Сначала, конечно, в школу идем, а там уже посмотрим. В Москве фабрика достраивается. В Москве дико там растет. У него там моторика очень большая. Да, но он первый возьмет. Слушай, ты знаешь, вообще нам бы в электричество, потому что у нас тоже куча рек, и нам ГЭС очень... Да. Единственный, конечно, вопрос с алюминием еще. Но если будет алюминий, вот у меня куча рек, у меня хотя бы производство появится, между прочим. У меня тоже, у меня все города на реках. Примерно, ну, 30-40 молотков лишние появятся. Да, так пойдем в электричество тогда. Я не думаю, что они... Ну, вообще, надо смотреть, чтобы они по нижней ветке. Я вот только не очень понимаю, сталь у них открыта или нет. Ну, по идее, нет. Если они не открыли... Нет, подожди, если они не открыли астрономию, значит, они только на архитектуру впереди. Ну, да. Так, а что со счастьем у нас? Слушай, а 50 ли молотка серьезного в Париже? Неужели они действительно в деньги так вот удалились? Ну, так у него просто тупо два города, еще они, может быть, они у них хреновые, мы ж не видим. Ну, вот у него в козил бегает. Он, походу, все морские караваны отправляет в ГГшки. И, кстати, если вот... А, там в Лене-то быстро падает. Два хода прошло, уже 38. Слушай, а если сейчас здесь есть... Вот стоит ли того деньги туда вливать? Ну, мне кажется, можно попробовать. Единственное, что они могут перекупить. Не, а, точно, они же не смогут перекупить. То есть надо в начале хода это делать? Они не смогут перекупить? Да, если я смогу. Нет, они смогут. Слушай, слушай, ну тысяча есть у... Не, в смысле, они не смогут. Если я куплю столько, чтобы стать союзником, он не сможет туда деньги вкидывать. А, точняк, точняк, да. Так, смотри, а фарфорку не заинженерил. Давай тогда на следующий ход, наверное, ты бери инженера. Все-таки брать. А ученого вообще может... Ну, зажигать, наверное, рано еще. Что думаешь насчет этого? Ученых, я считаю, рано зажигать. Ученых, как минимум... Посадить тогда надо. Надо зажигать, когда школы построены. Ну, по моему мнению. Как минимум. А еще лучше за соперниками это делать. Как ты понимаешь. Да, я понял, что ты имеешь в виду. Но тогда тебе, ученого, нужно будет посадить либо в Зарьбурге, либо мне в Грандривер куда-нибудь привезти. Ну, или в Анон... Или, кстати, в столице можешь посадить. Одинаково там... Так, француз строит тоже фабрики уже. У него семь ходов. Слушай, блин, семь ходов фабрика строится. Это ж вообще печаль. У русского с фабриками 29 молотков своих. Своих именно. Без модификаторов. Единственное, что он на еду, конечно, у него там очень много стоит. Ну, у меня своих 21 без фабрики. Ну, в столице я только в столице говорю. 22. У меня внезапно даже в Зарьбурге больше, чем в столице. 24 в Граце. Это без модификаторов, опять же. У меня 39 в столице. Ну, у тебя круче. Столица у тебя... У меня в осенинке круче даже. Твоя мастерская дает молотки с леса. У тебя с леса куча молотков. Ну да, верно. Это мы сейчас еще школу откроем, они еще больше будут лесопилки давать. Слушай, надо еще за армией следить. Я все-таки думаю, что они могут... У них есть арбалеты апнутые, так что... Ну, это вот 39 тысяч, это как раз. У Парижа он, в Москве... У меня тоже апнутые. То есть я всю свою армию апнул. Так, давай решаем. То есть на следующий ход переворот идет в Кызыле. Да, да. Вливать, не вливать. Фабрики мне не сильно важно. Вот, блин, даже если автократчик кто-то из них быстрее меня заберет. Русские? Да вообще, все-таки я не уверен, буду ли автократчик убрать. Мне порядок больше нравится, потому что мы обгоним их по ноге. Я считаю, что надо вливать. Есть проблема в том, что нужно Бранденбург тогда забирать, чтобы была прокачка на самолетах. Слушай, вливайся равно, ты первую... У тебя будет уголь хотя бы появиться, и ты сможешь строить... Единственное, что они могут сюда прийти и разграбить его тогда. Но ты хотя бы начнешь фабрики строить, и они у тебя быстрее появятся. Да, я согласен. Ну и тем более они не смогут... А у тебя вообще какое влияние? Наверное, ты не можешь, кстати, какое у тебя влияние наказал, да? Там было ноль вроде. А нет, там было какое-то, но скорее всего сейчас оно уже спало. Так, ладно. Может они тоже в козыл посадили? Нет. 131, что-то очень мало. Да. Очень. А было сколько? 138, то есть буквально 6 влияния, 5. Да. У тебя какие-то счастья там сколько? Вот сейчас я тебе дам слонов. Сейчас 10 со слонами. Плюс я построил еще эту арену большую. У меня мало счастья. У меня минус один уже, точнее. Так скажу. У меня, правда, еще не везде арены построены. Слушай, а Париж деньги потратил? Я не помню, сколько у него уже было, но сейчас у него тысяча всего. Нет, у него и было... А он не купил в Париже? У него и было, подожди. У него и было тысячи. Серьезно? А что, не, я лишь разве тысячи переживал. Он строит. Он строит фабрику. 6 ходов. Уголь у нас есть, просто его обрабатывать нужно. Меня спрашивают там. Еще 2 хода до угля. Нет, 3 хода, наверное. 3. Слушай, может, есть экстинку в каком-нибудь из этих построить? Или мне? Я вот хочу... Ты, кстати... Так, мы забираем фарфорку. Париж ее не строит? Париж... Париж строит фабрику. Москва тоже не строит. Ну что, покупаю? Покупай, наверное, инженера. Может, мне его не в Вене купить, а в Граце? В Граце купи и приведи потом в Вену. Ты купил? За инженерию, ты мне только скажи, что они там будут строить, чтобы они ничего не строили. Но я инженера не вижу. Русский большой цель делает. Ни в Париже, ни в Москве не вижу инженеров. Я думаю, что их и нет у них уже. Еще не потратили. Ты прям везде чудеса. Почему нет? Если что, деньги мне за них передадут. Странно. Мы их на 2% опережаем по науке. Они Голиасу, думаешь, открывали? Нет, так мы были наравне, вот только что. Было одинаково. А, это не сильно важно, Леша. Там, ну, понимаешь ведь, что, ну, блин, как сказать, по 1% обычно добавляется. Но в какой-то момент там... У нас же не 100 технологий в игре, чтобы по 100% было все. Так, я нас с дорогами соединил. Мы на одну технологию только опережаем их. В Зальцбурге мы соединены. И в следующем ходу будет уголь. Блин, ну мне бы чудеса доставили. Посмотри, пожалуйста, Москву не строит он. В Москве большой цирк. В Козелли 8 очков влияния осталось. Догадаются они туда деньги закинуть или нет. Филиш, я все-таки очень хотел бы забрать чудеса, которые я строю. Или все-таки фабрики лучше. Я, честно, до сих пор с автократии не уверен. У нас больше городов. У нас, в принципе, джунгли есть. Там какие-то под горами города. Плюс, если, мол, бы даже порядок возьмем, ты представляешь. Блин, основки будет. Я начал за 22 секунды до конца строить эту. И то еле успел все равно заинженерить. Как-то так медленно играть. Ну, порядок. Порядок взял? Да. А что, мне не пришло уведомления никакого? Так, слушай, мне надо ученого, наверное, посадить. Вот справа от Зальцбурга, видишь, некупленная клетка выше Еревана. А, блин, это холм. Блин. Вот фигня. Ты можешь в столице посадить. У тебя и там, и там 50%. Почему? А, нет, подожди. Нет, я вспомнил, да, ты же в Зальцбург поставил с этим. Да, у меня нацколледж в Зальцбурге и обсерватория в Зальцбурге. У меня все в Зальцбурге именно. Ты можешь, в принципе, на лошадь поставить. Видишь, у тебя под Зальцбургом лошадь есть первая. Да нет, я ниже пшеницы и лошади. Вот, просто, видишь, там, где равнина обработанная фермы. А куголь есть, да? Давай, обрабатывай. Строить, не строить? В принципе, они порядок забавили. Ну, возьмут они автократию раньше, но не сильно важно. Один из этого потеряю. Но зато мы эти чудеса заберем, плюс у меня Золотой Век будет. Я пока не буду, наверное, лишь чудеса эти строить фабрики. А я буду. Это видео подготовлено при поддержке глобальной космической стратегии ConsulWar.ru. Это игра, в которой вы можете управлять всем, но при этом не умереть под грузом микроменеджмента. Недавно они вышли в открытый бета-тест и теперь усиленно набирают игроков. Ссылка в описании к видео, либо в начале и в конце видео появляется баннер. Не забудьте после регистрации ввести кодовое словосочетание «Лёша играет», чтобы получить бонусы. Ещё раз, ConsulWar.ru. Три очка на козыле. Слушай, а имеется вообще сейчас смысл уже его тогда перекупать? Я думаю, что... Нет, так фран... Подожди, вообще козел он чей? Он у русского. Русского. Если француз строит фабрики, то у них уголь уже и так есть, например. Да, у него есть, вон, пять угля ещё. Ну. Так зачем нам теперь козел уже? Нам нечего красить. Они, видимо, открыли астрономию тоже. Для чего? Потому что он вас жёг в Париже. Что он в Париже сжёг? Я не увидел. Они нас обгоняют теперь по науке. Значит, учёного. А, они у них научная теория и астрономия тоже открыта. Нет, астрономия не открыта. Так, если не открыта астрономия, то они, наверное... Нет, вроде... Порох вроде не открыт. Сталеварение, может? Ну, я вот не очень понимаю, как тут считается. По-моему, наверное, сталь всё-таки открыта, да. Вообще, они могут действительно пойти в научную теорию, и побежать сейчас вниз, начать там пушки строить, как ты думал. Да. Ну, это логично. Как нам от этого защищаться сейчас? Ну, защищаться и, во-первых, идти туда, я напоминаю, что у меня как раз мой уникальный юнит там же, где уникальный юнит русского. То есть... Ну, то есть тогда без алюминия пойдём тоже вниз? Ну, если они не вышли в ГЭСы. Что говоришь? Учёного подвигай. Или ты уже ходил? И клетку отдай городу. Что Париж строит? Русские школы строят. Так, они уже начали сжигать. Нам, наверное, тоже пора. Следующих будут сжигать учёных. У тебя сколько науки, кстати? 254. Но я сейчас... Тогда я тебе их буду отдавать. Я сейчас просто в Зальцбурге переключился на производство. То есть у меня тут не на... Ну да, я тоже везде на промоку посылал. Так, смотри, у меня учёные. Я к тебе к Зальцбургу сейчас тащу и сжигать. Так, думаем, куда мы идём сейчас? Мне кажется, не стоит сжигать прямо. Нет. То есть они могут вообще строить всадников, например, и потратить деньги на то, чтобы апнуть их в русских кавалеристов. И ими прилететь ко мне. А не самолётами. Принято в том, что они уже построили фабрики, они сейчас построят школы, а нам это всё только ставить ещё тоже самим. Так, куда жмакать-то всё-таки? Пошли понизу. Куда именно? Пока в химию. У тебя военно-науки юниты? Чего? У тебя в военной науке юниты твои? Или в металлургии? В военной науке гусары. Окей. Они бонус имеют за атаку с флангов. Ладно, жги тогда. Тебе нужно... Ты уверен? Да, Лёш, я думаю, если они начали, то и нам пора. Потому что мы сейчас отстанем. Так мы сейчас... Подожди, написано, что мы сейчас поровну с ними. Почему ты думаешь, что они сожгли? Они вышли только в научную теорию и всё. Окей, да. Мы сейчас поровну. Давай мы откроем... Слушай, давай... Знаешь что? Давай мы откроем... В электричество сожжёшься? Нет, нет. Давай мы спокойно пойдём в столе варенье и порох. Пускай они испугаются, что мы, например, туда идём. А если они откроют электричество, то мы быстрее его откроем всё равно. Ну, в смысле... Я понял, что ты имеешь в виду. Сучёно решай, что делать. Куда ты его будешь сажать тогда? Я бы на лошадь посадил на твоём месте. На лошадь, которая прямо вот справа? Да, на любую. В принципе-то. На любую лошадь, чтобы он скакал вдаль такой. Тык-дык-тык-дык. Блин, я бы лучше посадил вон там, где пикинёр Еревана стоит. Там бы купил клетку и туда посадил. Купить, везти долго так. С холм тебе пригодится. А, у нас там по правилам на лошади ты потеряешься. Три хода типа можно только везти. Нет, ты можешь его хоть до конца игры держать, но посадить потом. То есть ты не можешь его сжигать, если три хода пройдёт. А, сжигать через три хода. Слушай, ну а что повезти? Ну, туда везти три хода. На лошадь везти два хода. Разница в один ход будет. Зато тут лошадь будет производство давать дальше. Нам же как бы лошади не нужны сами по себе, но он зато даёт две еды и три производства. Да лошадь не потеряется. Так лошадь не потеряет. Так я говорю, что лошади нам не нужны. Смысл, что она потеряется, не потеряется. А вот производство от них нужно. А оно потеряется, если я сейчас туда посажу. Ты один молоток потеряешь. И на холме больше потеряешь, кстати. Ну ладно. Убедил. Единственное, что твоя лошадь, она будет потом давать еду. Ну, на одну больше. Именно выгон. Ну. Они тоже пошли вниз, кстати, я сказал уже, да? Нет, не сказал. И они порох открыли. Слушай, так я сейчас раньше тебя возьму идеологию. Думаешь, и свободу думаешь, блядь? Ну блин, а что, порядок? У меня нету, во-первых, холмов, чтобы иметь производство, а ради науки чувак прибегает ко мне и выносит меня. А производство со статуей свободы... А свобода что тебе даст? Легион? Легион, в принципе, да. Во-первых, Легион, во-вторых, будет производство со статуей свободы. Потому что у меня... Только единственное, города бы побольше вырастить, конечно. А города у тебя со свободы будут расти быстрее. Плюс ты счастье получишь со спецов. Да, да. Да, счастье со спецов. Это во второй. И золотой век, и там сможешь его начать как раз. В принципе, я могу на деньги купить две фабрики тогда. После вот... А нет. Ладно, у меня чудеса уже достраиваются. У меня за золотой век еще один с ходов будет. У меня очень много промок. Ну, я второй. У меня 158. Ну, слушай, я даже не знаю. Мы как бы тут... У нас-то развитие лучше. Я не знаю, что ты боишься, что они... Ну, мы по науке ровно идем. Но производство-то у нас выше. А, они козыл купили, что ли? А деньги потратили, Леш? В козыле там у него влияние большое. Что-то они могли потратить деньги. Ну, кстати, это хорошо, что не потратили. Это очень хорошо. Это у них с армией, кстати. Это армия та же. Еще меньше стало. Фиг знает, куда они тратят деньги. Может, он Парижу отдает. А они не захватили, кстати? Посмотри, француз. Француз зах... А, француз Леон построил. Поставил. Значит, они, видимо, купили... А, может, они, да, купили там мастерскую и фабрику. Ну, видимо, да. Значит, сейчас француз... Слушай, а в Париже... Подожди, стоп. А в Париже что? В Париже мастерская... Ой, фабрика построена. Значит, видимо, следующим ходом... Не хученый на следующий ход появляется в России. Следующим ходом берут... Как его? Идеологию француз. Сейчас посмотрим, свободу он возьмет или автократию. Русский взял уже порядок, да? Русский взял, да. И вот я, если я играл за француза, я бы брал порядок, честно говоря. Но ты говоришь, что ей будет куча денег. Просто у француза как бы нету производства. Я не знаю, автократ тупо с деньгами без производства, это совсем грустно. Ну, мне так кажется. Нет? Автократия. Автократия. Я тогда могу вообще не спешить с этими фабриками и не покупать их. Слушай, ну производства же нет. Что ты о чем? А, нет, я их построю просто. А, да, не покупать, да, да, точно. Так, а у меня мечети вообще везде построены. Москва оперу строит, меня это полностью устраивает, в принципе. Ну, самое время. Так, я хотел миссионера купить и принести восенинку. Я забыл совсем. Они должны на следующий ход что-то из нижних открывать. Либо металлургию, либо химию. Давай тогда сейчас Бранденбург идем, я его инженерю. И тогда я, возможно, даже порядок возьму. Потому что у нас много молотков, будет еще больше молотков. Плюс наука будет. От автократа я смогу с Бранденбургом дефаться. Химию они, кстати, уже открыли. Короче, они... А, только что сожгли. Слушай, надо всадников строить и апать в моих гусаров. Потому что он явно то же самое с кавалерией сделает. Своей. Тебе нужно с прокачками это делать, наверное. Или без прокачек лучше, думаешь? Вообще, ты свободу взял же уже или нет еще? Нет еще. Сколько тебе? Один, два хода, да? Два хода. Легион, в принципе, сможешь взять. Вообще, еще у линца можно настроить крепостей этих. Кстати, легион, да. Блин. О, у меня как раз через два хода этот, идеология. Так я возьму и легион сразу, собственно. Сразу, думаешь, взять легион? А ты думаешь, я успею? Смотри, как они быстро идут в кавалерию. Иначе я не успею его взять. Им осталось до кавалерии три техи. Нет, две техи. Две техи им осталось до кавалерии. Им до кавалерии две техи. Я не успею построить гусаров, чтобы отбиться. Зато у меня через два хода иностранный легион. Ну, давай. Только они тогда могут ко мне пойти? Ладно, сейчас тоже придумаю что-нибудь. Денег у них мало. 200 и 400. У русского золотой век кончился вроде. Ну, они купили фабрики, я так понимаю. Золотой век кончился у русского? Уже я первый по производству. Ну, он поправил француз так себе ничего. Ну, я первый, потому что я фабрики уже построил некоторые. У тебя еще золотой век, да? А, нет, нет. Нет, у меня золотой век. У меня золотым веком. Вот четыре молотка отстают тебе. Ну, ты когда в целую научишься играть, тогда давай уже приходи. Леш, у тебя четыре города. Так, что тебе еще построить? Да, больше, наверное, и нечего строить. Ну, я, типа, рабочий около Анандаги пойду. У меня, да, у меня, в принципе, все есть. Потом только железную дорогу. Я плюс обычную сейчас вокруг столицы построю. У меня еще один ученый появился. Что, может, сожжем? Я не считаю, что надо сжигать, когда они этого не делали. Окей, давай еще на лошадь ставь. Сколько у тебя будет в Зальцбурге науки уже тогда? Вообще, сколько у тебя науки? Вообще, 315 сейчас. Но я еще раз повторю, я в Зальцбурге... Ты без школ еще? Да, без школ, и я в Зальцбурге переключил с джунглей на производство, чтобы фабрика построилась. Так, а где у меня еще лошадь, подожди? А, вижу. Металлургия открыта. Не, ну тут единственный шанс у меня отбиваться от его кавалерии, это реально... Как его? Легион. Ну, вот то, что ты говоришь, что они тоже прапают юниты, но Москва не строит юниты, Москва Оперу строит. И что, поэтому стоит... Не-не-не, это я говорю про то, что им нужно во всех городах строить, правильно? Ну да. Так, во-первых, плюс 25% к великим людям. А второе, что там специалисты едят меньше еды, правильно? Да, так и сделаем. В третьем настроении... А, у тебя же свобода там. Легион. Ну, все, беру легион. Слушай, а раз мы взяли легион, да? Может, нам достаточно в Бранденбург выйти, а дальше пойти по верхней ветке? Я не думаю, что арта с кавалерией прям так будет легион разносить в щепки. Хорошо, не слушал сейчас, сори. Можешь повторить? Говорю, давай только в военную традицию, военную науку выйдем, а дальше опять пойдем в электричество, в биологию. Ну да, давай. Просто я думаю, что раз у нас есть легион, то против кавалерии с артой он уже постоит. Пойду сейчас к себе тут дороги всякие ставить. Ты легионом, кстати, сможешь Сильвана еще дань взять. О, блин. А там сколько очков? 122. Минус 49. Думаешь, стоит брать дань? У нас такие проблемы с деньгами, может, лучше культуру оставить, чтобы капало. Ну, сколько? Ты там потеряешь влияние 15, наверное, ну 20. Если что, ты можешь вообще обратно закинуть, ты больше хочешь. Ну, у меня 122 влияние. А, ну да, 122 из 60. Ну, забери немножко. Да, да, точно. На 5 клеток, я думаю, Леш, хватит. Не надо близко подводить. Потом сразу клинцу куда-нибудь просто ставь. Ну, как бы себя, да, да, защитишь легионом. Мне вот что еще сделать? Все, взял. Да, упала. Сква опера все еще. На 15. Может, мне к Малаке тогда еще сходить? Раз такое дело. Ты можешь мне их отдать, я еще Сильвана возьму. А, ну, такой же вариант. Не обязательно много. Допустим, 3-4 штуки уже хватит. Сам сначала сходи к Малаке. Надо все плюсы из иностранного легиона выжить. Какие-нибудь так в реальной жизни нанимают людей в иностранные легионы. Ходят с ними, требуют деньги со всяких городов, государств. О, в Кызиле 151. Ну, они то ли квест какой-то выполнили, то ли влили в него что-то. Что, скоро еще один ученый? Я же только недавно посадил. У меня ученый, да, через 5 ходов. Ну, это не совсем, конечно, скоро, но ладно. Я бы очень хотел, конечно, забрать Бранденбург. И ты можешь забрать, как бы, хотя... Нет, я же авто... Нет, подожди, а мне автократу-то не нужен, блин, ну, будет. Если я автократу буду, блядь, все-таки. Хотя я бы, честно говоря, порядок взял еще один. Если я возьму порядок, они могут испугаться, что я Кремль заберу и побегут в Кремль вообще. Мы бы там в кинь-то лабы или самолеты, что-нибудь такое. Ладно. Они просто сейчас на нас будут нападать. Да, посмотрим, сможем ли мы Бранденбург забрать у них. В Москве острог. О, он начал уже казарму строить. Что-то поздновато. То есть он решил строить кавалерию... Плюс на пробу переключился. Он решил строить кавалерию тупо тогда, когда он в нее выйдет. Видимо, да. Они открыли военную ногу. Обратил я осенинку. Да, я вижу. У тебя еще просто видишь, не все города максимум. Ну вот Анандага максимум идет с Веры 15%, а в Осенинке 11% и в Гранд-Ривере 13%. То есть... А у меня во всех городах максимум идет производство. Максимально возможно. Ну, бонус от Веры, я имею в виду. Так, вокруг линса дорог построю пока. А, у тебя не надо дороги строить. У тебя же... Леса. У тебя там классно, кстати, вот Иракезу защищаться, если леса вокруг кучи. Тебе, кстати, достаточно будет встать вот примерно на уровень моих этих святынь. Нет, выше, окей, на вино там. Блин, я не думаю. Ты посмотри, у Еревана был арбалет, гатлинг и пикинер, а у Малаки два гатлинга, два пикинера. У него сильнее эти пары. Больше приведи юнитов тогда. Я веду весь легион, не волнуйся. Блин, надо бы пять ходов строить в России. Все-таки он... И через два хода выходим. А ты заинженеришь, да? Ну, если ты мне инженера дашь. У тебя, кстати, он дорого же уже стоит. Я тебе не дам инженера. Окей, окей, я понял. У меня инженер самая быстрая... У меня сейчас тысячу стоит. Самая быстрая у меня сейчас... Да, Леш, я через два хода его получу и на третий смогу заинженерить. Отлично, все. Через два хода куплю, на третий инженеру. Что с идеологией все-таки мне брать? Кстати, я бы на той месте еще в столице у себя эту построил против шпионов. А мы ровно все идем. Ну, все равно. Убери, пожалуйста, рабочего с шелка. С шелка? Выше Анандаги. Сейчас, подожди. Подумаю, куда его брать-то. Ну, и писатели там тоже, мне кажется, будут вмешаться сейчас. Я подвину, да, Леш. Я вообще думаю, их сжечь, чтобы взять рационализм сразу в три. Еще. Ну, уже, конечно, поздно. Надо было раньше так делать, наверное. Почему поздно? У тебя же идет... Золотой век еще нет. Да я мог раньше это сделать и раньше получать бонусы от этого. Ты понял. Потраться-ка. Так, что с идеологией все-таки? Ну, я буду брать-недморк забирать, я тогда порядок возьму, Леш. Как хочешь. Хочешь порядок, бери. Уверен, что мы против их денег выдержим, да? У них меньше, чем у меня их сейчас. Ну, у меня вообще нет. Потратили на то, чтобы взять идеологию. У меня сейчас нет. Что они получили? Они получили просто дополнительный институт. Я имею в виду, что у них плюс 79 вход у одного, у другого плюс 20. У меня вообще денег нет. У меня плюс 4 всего лишь. Потратили на то, чтобы ты с дороги моей убрал регион свой. Сейчас описать или подвину. И рабочего подвинь тоже с этого холопа. Так, сейчас, сейчас. Я просто думаю, в осенинке купить инженера, чтобы они сразу не заметили. Или это не важно? Не, потом просто куплю позже. В столице. Субтитры создавал DimaTorzok Слушай, ну двигай быстрее, пожалуйста. Я не могу сидеть, ждать, пока... Леш, кого подвинуть, скажи? Рабочего с холма и писателей своих. Так, в электричество ведем, да? Да. Ведем в электричество. Взял? Все, взял. Передаю тебе. Прямо тут и можешь их мне, да, подарить. Что француз строит? Банк. Они астрономию открыли. У француза даже на цепик не построен. Слушай, ну в принципе, я тогда действительно может... Так, у меня ученые через... Не, через два хода. Знаешь что? Вот этого ученого я еще посажу. Я сейчас запускаю тогда золотой век у себя. Этого ученого сажаю, а следующий их буду сжигать. Ну что, это надо с под золотым веком делать. Ну, давай. Ты же не взял золотой век еще. Ты ученый хвою этих сжешь. Кого я жгу? Ладно. Ты сейчас художника сжег, да? Ну. Я подумал, ты будешь ждать золотого века. А, точно. Как всегда. Ладно, ладно, все уже. Я, правда, не посмотрел, сколько у меня очков, честно говоря, было. Может, там он... Смотри, у меня ученый есть. Может, сожжем его? У меня просто счастье пока ноль плюс один. Нет. Давай тащи сюда, я его посажу. У меня будет ученый следующим ходом. Все. Всех усаживаем. Слушай, ну я попробую... Красный форт и Химедзи построить. Давай. Тебе он, кстати, больше пригодится, я думаю. У тебя тут такая-то плоская местность. На тебя удобно нападать. Дари легион, Леш. Не понял, что дать? Легион, дари. А, блин. Я взял фабрики в порядке. На следующий ход возьму, Даня, Смолаки. Что значит фабрики в порядке? То есть науку, что ли? 25 процентов, да. Ну что ты производство, мне кажется, взял. У меня не так много холмов. У меня лесопилки больше производства дают. Я чуть не забыл Брензенбург построить. Откуда у меня цитрусовые? Интересный вопрос. Зимно интересный. А, вон они. А, дожди, а... Ты их не видел все это время? Не-не-не, я имею в виду... Мне только сейчас КВС на Малаке засчитался. Мы с тобой меняться перестали? Да, да. Тебе нужно? Можешь два взять сразу. Бери, Леш, все. И ученого двигаю из Альцбурга. Блин, я не пойму, куда мне в Альцбурге их сажать. У меня, блин, Ереван эту территорию отъел. Ну, один будет там вот на холме, где я всегда хотел. А куда еще сажать? Леш, может, все-таки уже это, сжигать пора. Ну, ладно, твоего я сожгу. А у меня еще вот один просто я уже не могу сжигать. Так, сейчас отойти надо. Ну, давайте. Откатить надо? Да, да, я сейчас напишу. Да, я сказал, что вернулся, сейчас откачу. А то я тоже отходил. Так, по Ноке они опять опять езжают. Что, открыли? Они фрегаты, скорее всего, открыли, да, фрегаты. То есть они в нефть идут, наверное. То есть они удобрения, они тут... Нет, они открыли военную науку, видимо, тоже ради этой... То есть они хотят построить кавалерию и под поддержку самолетов кавалерии атаковать, ну... Не знаю, Лёш, что они хотят. Интересно, конечно. Проблема будет, когда они в линкоры выйдут, потому что линкоры линз обстреливают с четвертым радиусом. Что с линкорами делать, непонятно. Пускай обстреливают. Юниты твои здесь обстреливать будут. Ну окей, возьмут они линз. Это что, наша столица? Линз это мой самый последний город. Это мой самый худший город из всех. Пускай берут линз. Вообще не жалко. Я вот сейчас, прям сейчас готов им просто отдать его им. Отдавать? Ну я понял, Лёш, как ты настроен. Да ладно, оставь себе, ты что? Нет, я сейчас отдам. Я сейчас замерюсь с ними, отдам линз. Вот они хотят его обстреливать линкорами. Даже не надо им линкоры будет строить. Блин, я еще в рационализме, к сожалению, секуляризм не взял до сих пор. Конечно. Гуманизм не взял. А куда ты потратил что? Ну, набожность. Точно. У тебя еще реформация там. Ну, в принципе-то у меня писатели есть. Я сейчас во время золотого века их поджигаю. Так, куда мне еще одного ученого посадить? Я не вырубаюсь. Ты же его вел на холм. Так это один, а второй ниже Зальцбурга вон еще идет у меня. О, у нас куча алюминия. Блин, один, правда, под обстрелом. Я пошел обрабатывать, у меня вон 8 есть. Да, у меня уже три сразу есть. Я, наверное, сразу буду ГЭС строить. Давай. Слушай, а можете вообще купить? Нет, деньги нам нужны. Думаю, Леш, что нам важны очень деньги здесь. Не для покупки зданий. А не, так, археологии они не открыли нашу. Так, мы идем в нефть сейчас. Я так думаю, правильно? Слушай, ну, видимо, вместо какого-то леса придется ставить. Потому что Зальцбург, у меня же не надо тут производство в Зальцбурге. Так, а слонов это сколько? Раз, два. Третий есть? Третий есть. А зачем третий? Ну, если ты на слона мог поставить просто, ты его потеряешь в этом проблему. Неужели они ГГшка засоюзили? Блин, там у меня воин лежал на земле. Все-таки засоюзили, а не взяли. То есть решили, что сложновато ее брать. Свою русского счастья много. Так, электричество мы открыли. Ну, пошли тоже в биологию, наверное? Да, я говорю в нефть. А потом давай в Статую Свободы. Ну, сразу поставь там в очередь. Ну, даже не в Статую Свободы, наверное, в этот, в Steam Power. В паровой двигатель. Что там надо будет смотреть? Может, в самолеты надо будет идти. Подожди, а что ты мне? Ты с Ереваном взял? Да. Тогда ладно. Вон у меня алюминий еще сверху есть. Блин, у меня что-то уже рабочим делать нечего. Не знаю, продавать их, не продавать. Не-не-не, тебе еще дорогу строить. Плюс потом какие-то обычные дороги. Какую дорогу? Я построил вокруг линца. Железную. А, железную. Железную, Леш. Я уже и забыл. Нефть, ой, алюминия у нас достаточно. У меня на территории 16. Алюминия у нас дофига, да. Что есть, то есть. Леш, малаку быстрее брати, а то он ударит тебя. Ой, не обратилась. Ну, еще раз успеть надо. Не должен тебя за один выстрел убить. Регат без прокатчиков у него. У него нету производства, у француза. У меня даже еще не построены казармы, хотя я первый по производству. А у него уж тем более. У него нету производства. Глянь, они там Химедзи не строят? Русские строят военную академию в столице. Да, ну они строят чисто, да, я понял. Значит, мне после Химедзи надо тоже начинать строить. Я в столице уже все построил, у меня есть тремя прокачками. Плюс у меня альгамра же, кстати, есть. Так, ученый, Леш, тебе везти? Сколько у тебя науки? Сейчас скажу. 503. У меня 425. Ну, сейчас к тебе приведу, сожжешь. Наконец-то я буду сжигать ученых. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Кого, кстати, ведешь? Коперника? Мэри Лики. Не знаю такого. Я тоже беда слышу. Мне же еще Галикарнас есть, я за людей получаю денежку. Да, кстати. Жалко, что не у меня. Что-то там стоит фрегатом около Малаки и все. Слушай, они в случае Малаку не хотят захватить? Могут попробовать. Ну, на линкорах, на фрегатах он ничего не сделает. А зачем только, да? Ну, только на... Чтобы от нее нападать самолетами. Самолеты как раз до моего столицы долетают оттуда первые. То есть на тебя все-таки. Ну, я вон близко к ним. Ну, значит, тебе казармы тоже... Вот всем надо казармы строить. У меня уже есть казармы. Ну, ты какой. Археология у них открыта. Как раз на следующий ход сжигаешь, увидим по нефти что-то. Да, да. Я думаю, на следующий ход... Вот, кстати, насчет того, что автографию-то я не взял. У нас может оказаться очень мало нефти, и я не смогу удвоение ресурсов взять. Да. Это плохо. Блин. Это плохо. У меня следующим ходом в Граце бы строился. Деньги получишь. Так, ну что ж, сжигаю, да? Посмотри, стоит биология, да? Давай сразу и этот... Биология стоит, да. И Steam Power стоит. Чтоб сразу куда надо шло. Ну, Steam Power поставил. Русский военную академию достраивает. Fifа-ка. Яstr boss. Фа-ка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня через два хода клетка ниже купится города, ниже Гранд Ривера, и на следующий, наверное, будет что-то вверх тянуться Надо подождать, пока там клетка какая-нибудь купится, я смогу там поставить Ну то есть все равно у нас немного нефти-то, получается 10-13... А, вон еще выше Еревана, еще 3... Еще 3... Маловато, конечно... У Малаки на море еще 4 нефти, но это, наверное, не про нас, к сожалению... Так, я покупаю кузел на следующий ход... Не знаю, стоит ли... Я думаю, что стоит... Мы им караваны пограбим, я получу пряности... Ну, это да... Плюс он им гадить начнет... Им придется какие-то там ресурсы это тратить, чтобы с ним это... Всего 1000 монет надо будет потратить примерно... Я так и сделаю... Я так и сделаю... Француз по культуре очень сильно стоит... Я не знаю, как надо в автократии брать институты... Я не знаю... Так, ну я покупаю на следующий ход кузел... Ну, давай... А он денег закинул или что-то выполнил, не знаю... В Кахоке то же самое... Ничего себе... Что Париж строит? Леша, тут? Блин, я выключил микрофон, извини... Значит, в Париже строится военная академия, а потом три фрегата... И у меня ученый... Я его сжигаю... Так, у нас стимпауэр стоит, да? У меня стимпауэр только... Вопрос в том, в авиацию или в стандартизацию? Наверное, в стандартизацию... Ты будешь руками строить статую? Да... Не, я могу, конечно, купить... Не, кстати... Не, покупать не надо... Это на ученых Леша все надо... Окей... Стирую остальную веру... То есть смотри, у тебя там... Нужно хотя бы три двести вера тебе накопить... Там это три ученых... Ну что, я готов... Сжигать... Ты поставил? Да... У француза 1300 денег и 107 вход... Как они засоюзили ГГшки еще на 70 очков... Это интересно... Может, русские свои деньги тратят туда... Так, я иду дальше пока в рационализм... А не в... А не в свободу... Да, наоборот, позже возьмешь... Ты сможешь... Да, или нет... Ты сможешь со статуей потом еще тут взять один... Мы их опережаем сильно... Мы открыли электричество... Плюс сейчас еще паровой двигатель будет... Вопрос в том... Мы идем в лабы сразу тогда потом... Или... Самолеты... Вообще, первыми самолетами ничего не сделает мне... Но этоổ Typ, наверное... И если полная legь затем... Так... Так, все поиграли... Дляπлетучي в Erstengamus... так следующий ученый девять ходов у меня 8 сколько у тебя науки сейчас 572 это сильно да у тебя городов больше плюс зальцбург там такой ну не отказать будет дает я секуляризм только что взял было 500 секуляризм сверху 70 считает сальцбург 300 у суши да у меня зальцбург больше половины дает это была хорошая идея что именно там нацколли за на там шоу единственные у горы тем более если они вдруг возьмут столицу это еще не то и так будет критично например грандривер на нефть нижнюю растет отлично если и ливан и не заберет 3 нефти мои я там надеюсь вверх будет расти а через сколько ходов написано 44 я поведу уже туда рабочего давай главное чтобы он потом начал я сейчас срублю лес на оленях сверху машин пойдет туда расти они электричество открыли ну лёш у меня перестал на нефть расти начал на линии сверху это даже лучше этом сразу две нефти сейчас получу пойду генералу потому что знаешь почему потому что за альцбург стал расти на нефть лишь выросла одна клетка от от академии туда и он следующий хочет нефть пушат тупо у него больше нет а у зальцбурга просто нету куда расти все то есть он точно нефть возьмет девять ходов смотри прикол с справа от еревана одна клетка моя да я вижу я просто лес свыше спилил у себя единственное стена линии знаешь что еще может быть может ереван туда вырасти потому что у ереван это тоже единственная клетка вот блин можешь культуры за сборки больше сделать но и стук амфитеатр построить еще не они не не таким образом ну а как у меня не ну мало переключить там кого-то смотри а можете уже писатель лежать чтобы получить бонус там в рационализме или еще в чем-нибудь золотой век же правильно сидят только подумай что именно ты возьмешь я возьму плюс 25 процентов просто свободом если можно еще ты сможешь то это взять тебя три писателя есть сколько писатель дает снатель дает 437 нет я только что-то одно возьму слушай пускай пока еще я бы в конце золотого века пока принял ну окей а ты в свободе то что от элеги он до взял хотя с другой стороны быстрее появится этот ну ученый пять ходов пять ходов зайсбурга рост а ну Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Угу Так, у нас еще два шпиона Давай думать Шпиона, да Ну, а видимо Давай я в Кохокию посажу Чтобы я тут и Малаку, и Кохокию видел А я тогда, видимо, к себе в столицу Не знаю Ну, а мне больше некуда, да Ереван, если какой-нибудь Ереван Ну, хорошо, давай в Ереван Точно Ереван хорошая идея Потому что если они его внезапно Снизят влияние и перекупят это будет не очень статуя 6 ходов строится вот крут я уже второй парни 50000 я не знаю все они собираются нас атаковать хотя они видимо строят опять же фрикансере у француза уже две тысячи денег у русского 600 у тебя сколько а у тебя четыре тысячи я лёша стараюсь и у меня полторы тысячи не знаю по моему мы тут победили я конечно я всегда раньше времени говорю но я не вижу на самом деле где у них резервы брать у нас великие люди быстрее появляются даже если у нас науки поровну то мы все равно будем впереди постоянно идет только три не всегда но еще будет 3 куда у нас всего 6 9 16 и очень хорошо 16 нефти наверно нормально по 8 самолетов каждым или мало мне наверно самому надо самолеты строить все чем не нужно армию строить прокачивая посмотрим у француза 7 нефти то есть у нее считай 14 получается да а у русского я нефти не вижу писатель отжег француз указила нету нефти у кахоки еще три нефти так ну следующим ходом зальцбург должен присоединить нефть если не произойдет ничего сверх ординарного после пластика можно будет железную дорогу сбегать ну чтоб ты кремль построил например можно русский смотри русский себе все переключил видимо на промку уже правда он все равно не обгоняет меня у меня в золотой век 257 у него меньше но по идее что впереди сейчас русских казаков строит уже готовится к таки то есть они будут ли я не знаю что они хотят они будут линкорами француз будет линкорами отгонять он опыт фрегатов в линкоры русские высаживаться казаками видимо так все я нефть моя лично я тогда сейчас юниты прокачаю на любую местность тебе буду отправлять ну а я буду видимо самолет устроить самолет и мне нужно тоже стоит лишь потому что у меня прокачки 3 если что проблема что да я не смогу тебе их отдавать ну так а как ли тебе предлагаешь защищаться надо подумать если вы русский будет нападать на меня то наличие у тебя самолетов вообще нам никак не поможет да ты прав ну тоже я не я не говорю что надо все самолеты мне строить но какое-то количество самолетов я должен построить так не убить и больше не нужно давать нет не обязательно лишь фабрики хуже не начинают работать из лету ну а вдруг так еще казаков строит у него казаки будут только с двумя прокачками там своя врожденная еще 2 француз фрегата уже фигачит насколько он сможет пропать много 10 точно сможет так мне наверно в линце имеет тогда смысл стены там всякие прочее строить 4 до с иметь смысл они авиацию открыли то есть они прямо что может нам иметь смысл лёша знаешь что сделать смотри ну взять авиацию не забрать радио пластмассы побежать сразу авторе самолеты мы можем мы их обгоним ты возьмешь закроешь набожность да и самолет так все бой не купишь самолет ты понял что имею ввиду давай тогда авиацию пойдем железную дорогу кстати заменяющие части они еще не открыли то есть им до линкоров еще две техи как минимум до стандартизацию электронику им надо москве ученые не скоро еще меня ученые через два хода наверно придется мне говорят все таки да рядом там поставить может даже там где у меня стоит рабочий час не на холм а вот где рабочий с тобой линкоры вообще его не беспокоили этот город так в общем вся доступная нам нефть нам досталось блин вон там еще француз купил еще четыре нефти у француза будет куча нефти я хочу сказать а и мы им чтобы тренять их работать нужно выйти в теху ну все равно нужно просто отбить этот атаку линкоров и все будет хорошо трипланы ведь этим вторым бомбардировщиком ничего не сделают я думаю что нам бомберы сейчас буду клепать трипланы на самом деле первым бомбардировщиком 50 на 50 делают но там на самом деле сильно может зайти может зайти сильно но вторые то есть современные истребители да они перехватывают сто процентов там только разница в том какую рон нанесут у первых а у трипланов у них типа шанс 50 на 50 перехватить француз прору построил он заинженерил ее кстати так лишь вот те юнит он на эту местность прокачен на блин без холмов короче там еще защита от это от выстрелов плюс ученые сейчас еще сжигая его со статуей бери тогда набожность у тебя сколько веры 1600 есть уже есть ну на ученых как раз когда у тебя еще свой участок свои там через хода 3 до должны быть следующим ходом у меня свой чудес в общем я сжигаю этого да да сжигай можно даже будет оксфальд потратить кстати что думаешь насчет эту блин стоп-шири или сжига у меня в зальцбурге мечник был куда он делся не знаю ты мечника где-нибудь видишь это за прикол нет посмотри в юнитах так вот он он почему-то около вены ходит причем а это сейчас блин мискликнул понятно случайно им походил о высаживается кавалерия вон внизу задавишь его ну попробую вижу стоит мне арбалет опыть в этот в металле так но они решили видишь тут исследовать территорию так на что мне мои деньги кстати то есть я могу кучу самолетов как у меня ученый сжигаю да конечно на следующем ходом кремль ты сможешь построить мы руками если с у меня нет инженера пить его не могу так что вот так ну построен нет не сильно важно институт конечно хочется они не открыли еще стандартизацию они не открыли удобрения мы очень сильно сейчас обгоняем вообще смотри осталось то нам что сколько там ученый следующий и люди нету сегодня только что же был ученый да подожди смотри статуя ты берешь значит следующая на важность до наборации берешь на важность два ученых покупаешь через ход их сжигаешь можно вообще по этим построить с тобой по оксфорду и в радар выскочить сразу пока не в электронику топают я бы нет не тратил оксфорд и сейчас думаешь думаю ну да может и стоит тратить когда ты нападаешь типа для того чтобы реально вынести человека чтобы защититься просто оксфорд но они такие посмотри ну скорее не защититься я самолетами начну там до парижа сколько долетая как ты его будешь захватывать сейчас ты подумал там а там парашюты будут парашюты у нас же не построены нихрена или мы прямо так я могу купить самолеты ну кстати суши есть есть рациональное зерно тогда действительно мне ученый через девять ходов будет атомки нельзя по правилам но всего 9 нефти я думаю нам стоит так сделать просто пойти самим сейчас самолеты у них денег много у русского плюс 160 вход до ну что беру реформацию на давай не перепутай там так использовать веру для покупки великих людей начиная с индустриальной веры любого типа да вон лишь еще выбежал один бой ты свою там метка лук и а он его не убьет он только если фига там ну может от лишь не не хочу деньги к нулю штат нет чай у меня бомбардировщик будет ну что покупаю ученого до двух сразу когда электроника потом радар нажимай то есть линкор и потом радар насчет оксфордов что делаем у меня оксфорд один ход у тебя есть город в котором ты за один ход вы можешь построить сейчас еще нет два везде ну если еще и сожжешь смотри ты двух ученых сожжешь одну теху точно должны открыть электронику нажал нет еще подожди метод столько все надо сделать ты ты просто говори что делать но не но не подторапливай электронику именно на общую не баллистику да да не сильно важно ну можно баллистику зенитки там принципе то она пусть электро давай баллистику да просто в электронику им надо выйти понимаешь если мы будем открывать электронику первыми они еще не откроют они смогут ускориться а нам-то электроника по стойку поскольку то есть они все верно фаст кликер я на радиус вкачал самолет не понял а как он спустился он ударил что-ли или куда я его убил а у тебя уже самолеты ты их покупаешь уже что ли нет я построил один и вкачал на радиус я куплю самолеты когда мы выйдем дальше так нам около около это реки тоже дорога не помешает кстати милитари окей диме есть кстати железную дорогу уже можно строить я уже строю так жди давай лёша сколько чем этом откроем с тобой приходы электроники я думаю они и раньше откроют чем три хода и предложение лишь посмотри посмотри мы их уже на пять процентов обгоняем это так здорово так но так а а а а а а а и а а давай тогда я оксфорд построю один чтобы через два хода мы открыли сразу радар построить ну да кстати там тут два оксфорда и не надо получается вино забирай блин как он достал уже опять он высадился у тебя не да не да и не дотягивается не 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 до линца не дотягиваюсь даже до пшеницы с 8 радиусом ну все я оксфорд делаю давай ученок эти шпиона в линз посадить я думаю они тоже сделали всяк 3 не факт что они его видели они там же они видели там скаутом ну да и этим тут он бегал тоже не пози конь не должен видеть крышкой на две клетки смотрю вот и кораблем могли этот не видел а тут который он выпрыгивал на камень лишь на камень разграблен снизу она камень тоже не видит но он отходил потом конем то есть я его не на камни убил он отходил по моему на лесу еще один пиши но они тут начинают атаку по ходу удали смотри одним каким-нибудь юнитом и стреляешь чтобы я его добил и ты не двигался с места есть ты понял о чем я чё одним все ну круто сейчас мы будем просто убивать русских и рвану и никто не тут ничего не сделают они открыли стандартизацию но электронику нет еще нет жалко то есть они от даже если на следующий ход откроют они еще все опять будут неизвестно сколько фрегатов еще париж настроить успел я не думаю что много даже ну штук шесть максимум может он все еще их строит москва штурмову пехоту делает героический апост думаешь стоит строить я построил столицу пока если там больше не точно строить ну-ка я везде буду юниты строить вообще тебе нужно просто будет парашют или что-то я буду строить самолет и ты будешь строить парашют и мне отдавать опять он высадился ты убьешь его нос если я сейчас про атакую ставь дай ему немножко м половину хас нашу удар один раз я скажу арбалетом еще стрельнишь русский 4 кавалерии вот так уже потерял так ну все на следующий ход самолет я просто закупаю кучу я взял коммерцию русский 4 кавалерии вот так 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 вот Гомер, потому что мне хил нужен на самолетах. Один самолетов качал на радиус просто так, как исключение. О, у меня инженер родился. Это я зря сделал, наверное. Инженер нам на что-нибудь нужен? Вообще, ночь вайнштайн можно бахнуть. Я маля уже достраиваю, правда. Так, я могу жапать, да? Самолет? Самолет, да. То есть я шпионов Парижка посадил. Ну, уже некуда просто. Теперь в пластмассу пошли. Да, у меня стоят пластмассы. Или можно вообще проигнорировать какими-нибудь пластмассы, побежать. Ну, хотя нет, мы очень... В общем, я строю парашютисты, да? У тебя, да, с прокачками всеми, да? Давай строим. Ну, там где... Ну, вообще, да, у меня уже везде все построено. Ну, только два самолета, получается. В общем, когда тебе будет нужна нефть, скажешь? Мне нефть нужна, а деньги. Самолет с 600 монет у меня стоит. Ну, у меня 1400 есть. Можешь на два мне еще дать, в принципе. У меня как раз две нефти. Так, мне, как думаешь, брать свобода мысли в рационализме? Или уже свободу дальше принимать? Возьми свободу мысли на три. Ну, ты понял, да? Один слева, два справа. Возьми, возьми. И торговые посты, и просто науки больше. У тебя и так там уже много, а еще больше станет. У меня вот 500. Это учитывая, что я на три взял. У меня 600... Сейчас там вообще должно быть... 680... Так это что с инженером делать? Давай на следующий ход. Ну что, я не знаю, что можно забрать им. Иисуса там какого-нибудь. Хотя нет, наверное, не надо его. Можешь, но еще Ваненштейн забрать. В Зарцбурге построить. Получи счастье за замки. А у тебя один же есть? Да, есть. Ну, я еще построю. Наверное. Подожди, так ты же говоришь, что ты его строил или нет? Я Кремль строю. А, Кремль? Так, вот эту штуку я тебе подаю. Какую-то мне там штуку подаю. В Зарцбурге. Вау. Какая штука. Какая-то большая штука, а. Кстати, триплан еще один купит для засвечивания территории. Не триплан, в смысле этот. Истребитель. Чтобы территорию засвечивать. На воде. Одна клетка добавилась. Класс. Ну, все-таки надо где-то тут город поставить, тебе не кажется? Мне хватает самолетов, Леш. Тем более у меня нефть одна уже осталась. Дать тебе нефти? А, у меня тоже одна только. Мне нету самолетов хватит. Сейчас просто нужно много парашютов туда кинуть и забрать. Согласен. Так, Вену в Зарцбург в Линз. В ГРАЦ отправлю. Блин, все. Отдал все деньги. У меня тут один бомбардировщик надо апнуть было. Он линкорами будет Париж защищать, кстати. Я вот так думаю. Конечно. Ну, в смысле, я буду юниты спускать. Он будет этим стрелять. Ну, давай, давай, как бы, сейфовую штук. У меня через два хода четыре парашютиста. У тебя через два хода еще два. Да, я тоже так думаю. Надо много сразу туда кинуть. Сразу все шесть парашютистов. Подведем. Сейчас надо... Насколько они там клеток бегают? Надо мне дорогу еще провести. Так, он триплан сделал. Ну, триплан ему не поможет. Один самолет и потерял уже. В смысле? Триплан перехватывает самолет? Ну, да. Я вкачался. Истребитель свой еще не на то, что нужно. Это просто не может быть. Так он, может, истребитель построил? Они не открыли их еще. Вон триплан там в нижнем городе у него. Очень странно. Трипланы перехватывают бомбардировщики современные. Это что-то... Ну, вот так. Что-то новое. Что парашют отправить? Мне нужно их вот рядом со своей столицей поставить все. Так, если что... Вонск нефтов покупает. Если что, у меня четыре нефти лишних. Так, дай мне, пожалуйста... Вот столько денежек, чтобы я апнул бомбардировщик. Какой, смотри, там на трипланы не надвись. Я буду его чистить в следующем ходу. Надо еще истребитель не настроить. Что-то не хватило. Я так и не понял, что русский своей кавалерии тут высаживался. Вон, кстати, линкор. Да, я заметил. Да, он сейчас будет линск нефтов вокруг Парижа ставить. Ну, ты будешь их убивать, наверное? Вообще, с одного удара. На девять тайлов. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, шесть, семь, восемь, девять. Я по-хорошему просто линкоры наводил расстрелять. Тоже неплохо было. Убирай своего линкора. Он купил шесть трипланов. Убирай меня. Мне нужны истребители. Алло, алло. Слышно меня? Слышно, слышно. Так, какая у меня там местность? Джунгли. Лес. Так, у него две клетки с пересеченной местностью. Нет, три клетки с пересеченной и две обычные. Тут так не прокатит просто сейчас. Это в Париж стучатся. Почему? Леш, он здесь видит, кстати, парашюты. Направо поставь его. На правый лес. На джунгли. Он видишь, там видит тоже. Линкорами это все обстреливает. И бомбардировщики не использую. Там видишь, сколько трипланов сейчас. Они, скорее всего, еще будут на два перехвата. Так что наши бомберы вообще не помогут. Просто бомберы умирать будут. Ну и что делаем? Сейчас, надо подумать. Ну, до стелсов ждать. Мы их по науке обгоняем сильно. Можно так попробовать. О, у меня генерал. Не знаю, зачем он, правда, тут нужен будет. В линце поставь, а фигни-то будут сильнее. У них очень много денег. Они купили... Они апнули линкор, они купили самолеты. Слушай, ну следующим ходом, мне кажется, надо будет высаживаться вокруг Парижа. Пускай он пробует убить всех этих... Ты нижним вот этим дотягиваешься, там 10 клеток, правильно он прыгает? 9 он прыгает. Вон он уже. Я дотягиваюсь. Обставил там. Да, до всех этих. Понимаешь, что... Во-первых, мы три клетки видим. Во-вторых... Почему три? Мы пять видим. Мы все... Ну, занято там все. Жги ученого, я тебе даю. Давай что-нибудь еще за пластиком выберем, потому что мы сейчас пластик откроем. Давай думаем, я верну физику или в стелс пойдем? У нас много алюминия, можно в стелс. В стелс точно выиграем. Тогда двигатель ВС. Или в ракетостроение. Смотри, пластмасса, ракетостроение. Где союз? Зачем нам ракетостроение? Типа сразу союз строить? А оно по пути в стелс? Нет, просто... Ну, а тут зато... Танкетки можно, например, танки еще строить. Пентагон построить. Мне ЗРК больше нравится. Ну, окей. Танкетки можно, как и в стелс. когда сейчас нету не лезем будем дефать океан у нас денег больше не будет уже никогда ну по чуть-чуть капает счастье надо да а пушки он там уж по вижу идут уж и ну я уже 3 по армии 168 тысяч я тебе за сбор пустил пустил караван в общем их да на 6 процентов опережаем да блин он достал наш отводи суши ну следи за собой ну пожалуйста займись своей целой у них нет радио у них нет железа на дороге здорово динамит открыли то есть они сейчас тоже в радар пойдут им три технологии до радара мы уже в лабах мы уже в раке настроение идем осталось только до стелсов дотерпеть так надо было бы построить действительно и нефть если у тебя еще есть на истребить меня тратить минус 10 денег я терюш трейд кинул слушай мне бы моих легионов апнуть наверно как думаешь а сколько там стоит 80 их у меня 4 а потом это они только до пятидесяти апнуться нет они по идее до семидесяти они до пехотинца апнуть там пишется во что я в инфантри инфантри не не great war инфантри а просто инфантри то что в great war они не апались давай одного апнешь но мне одного посмотри мне кажется он до 50 смотри смотри ничего себе все отлично тогда дашь денег да ну так если еще три осталось трижды 8 240 три осталось тестами хапнул уже у меня двух убили эти линкоры стоп подожди меня двух убили а где еще один а вот он в линце сидит мне линца обстреливают захватывать как собираются ну будет вы смотри план до линца не дотягивается я смогу все винты отстреливать пока они не выйдут в новый самолет будет высаживать окна до арсенал тут строить получается могу я бомбером его обстрелять как думаешь сейчас да их не убили все всеми пострелять успел не стреляли уж он отошел как видишь ок уже два три плана там стоят и защищают он видимо перебрасывает вот в нижний свой сейчас он тропает и тогда уже будет плохо у меня всего два истребителя куда они вышли в радар ну да в радар нет подожди радар а ну да в радар стоп так у них радар и кремль открыт почему-то как они вместе ну прожглись можешь а нет оксфорд есть в россии в россии есть оксфорд я не то смотрю и тут оксфорд есть а так они в я ночью строят француз они в последний этаж идут нам нужно сейчас просто армию строить и dfc да ты строить стены все правильно я начну говорить и зенитки может как нет зенитки здесь не помогут надо еще истребителей в париже авианосец строится да он хочет долго строит его пересадить туда три планы чтобы около линца моему линкоры не бомбили ему это уже не обязательно он в нижний город посадит свой самолет и пропадет там они будут дотягиваться защищать но еще он же будет кавалерию высаживать то есть кавалерия тоже будет защищаться этими три планами понимаешь понимаю у них парашюты кстати теперь есть ну и парашютами еще заодно может высаживаться я не вижу чтобы она пол свои три планы бомбина пнули там слева и 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 парашютисты я бы наверно файтеров построил чтобы защищать него не парашютисты даже по этой да это хорошо файтер это это да надо строить и еще я строю защищать небо над линзом и убивать его юнитов будет высаживать у тебя же за нандаги самолеты на линзе дотягиваются да но у него там перехватов очень много посмотрим сейчас решили бы не подан он он догонился а ну ты же расставил там вокруг я там готовлюсь москве парашютисты тут авианосец еще три хода будет строить меня уж по промке русский обогнала видимо и сколько у тебя чего сколько ну промышленности чего сколько чем ромки сколько у тебя 250 то есть у французов два раза меньше чем у тебя даже но русский меня обогнал потому что видимо пятилетний план у него там и плюс увидим еще золотой век если с торговых путей 3 золото тут не золотой век не золотой век так ученый сжигаю да так стоп поставить надо я прямо на стелс и ставлю можем кстати в спутник а нам не нужны так это странина остался он давай так через четыре хода у меня ученый будет сколько у тебя вера 1150 так следующий у тебя 1600 стоит отлично и окс вот у нас остался так давай все что нужно будет это деньги иметь ну вот какую нам их взять на об самолетов может ты мне армию с вообще там скинешь а подряд что насчет взять дань там с малаке с еревана малаке сейчас попробую но я не смогу наверно там сейчас попробую просто скинь туда парашютистов и я скинь туда своих к еревану два юнита подвел все взял вот фиши я не ожидал так просто что это будет все собрал я с еревана собрал истребители в париже так ну давай теперь поменяемся местами так ну кидай туда я уже и там и там собрал да еще сюда вот так вот ой наверное зря так высаживаюсь это ко мне там а это ты меня так пугаешь лишь да ну тут дорога есть потом шагнешь туда ну лишь огни сразу я отойдусь с рабочим где сначала хочу да не взять 3 должно хватить не а минус 24 даже с тремя давай еще тащи у тебя он пушка стоит зальцбурге убери вокруг анандаги кого-нибудь нет мне пушкой мне сейчас надо справа от анандаги на шелк если встанешь справа анандаги не дали час это не долетает ладно короче встану сюда на лёш я уже вон на шелк добеги на шелк и хватит взял чуть когда немало дают кстати ну лучше чем ничего правильно правильно а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прикольно, я, оказывается, могу у тебя использовать аэропорт, даже находясь рядом с Анандагой просто. Я не знал, что такая механика есть в ЦИИ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Париж парашютисты, русский парашютисты строят. Сейчас будут высаживаться и грабить, видимо, под линцем явно. Продолжение следует... 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 этими атаковать. Да, я не вижу у них бомберов. Да, у них кто-то бомберов. Он может только вот этим. Не, ну есть там сзади где-то. Там вон в каком-то городе лежат. Три штуки. Слушай, зачищай каждый ход небо. Если у тебя истребители более-менее живые, зачищай. Ты же наносишь урон все равно. Да, у меня живые, но тогда у меня это... У него-то они хилятся, скорее всего. У меня не все, во-первых, на хил прокачаны. Во-вторых, мне нужно самому небо защищать. То есть он может сам бомберами напасть. У меня каждый серебитель прокачан на два перехвата. У него нету бомбера. Мы можем не видеть. Я вижу три бомбера. Он их может пересадить в любой момент. У него есть хил, Леш, у меня нет. Я не думаю, что они линз смогут взять. Ну они сейчас, по-моему, просто будет каждый ход, он обстрелит его больше, чем он хилится. Да и сколько ходов он будет стрелять? Ну хода четыре точно. Он высадит парашют, и мы их убьем. Надеюсь. Так, у меня ученый. Сжигай. Так, мы уже компьютеры вышли. Осталось четыре техи. Вообще немного. У нас Оксфорд есть. Слушай, а я могу... А, я не взял Рацик. Я мог Рацик пойти закрывать, кстати? У тебя там что вообще открыто-закрыто? Собода, Рацик, три тоже. Я даже думаю, что тебе стоит вот это мясо, которое сейчас поставляю, так как я... Ну, просто даже перед линзом выставлять. Пусть он стреляет по нему. Оно нормально прокачано. Он очень... Он будет... Смотри, ему нужно примерно три линкора, чтобы один юнит убить. Слушай, ну... Он 65 силы, а инфантри 70 силы. Может лучше инфантри строить? Не, у этого... Понимаешь, в чем его пользуют? Вот этого юнита, который ты дал. Он может атаковать в ответку и не получить урон. Так он сейчас линкорами будет его обстреливать? Сейчас, да. Но потом тебе не линкор... Потом будут парашюты падать. Плюс у тебя, смотри, у тебя... Ты не сможешь его парашюты убить просто вот юнитами своими, потому что... Ну, места не хватит. Просто места не хватит. Поэтому нужно сейчас просто обставиться. Пусть он долбит их. Я тебе еще буду поставлять вообще без проблем. Ладно. Прокачками. Автократия не прошла. Ну да, я сейчас тогда пехотинцев буду строить, потому что почему-то пулемет народа не получает. Сальгамбры баф. Пехотинец будет получать. Пентагон не хочешь построить? Семь ходов в столице. Да, построю только не в столице. У меня ученые скоро. Через два или три хода. Или сколько там? Следующий ход. Нет, через два. Через один. Во. Я решил. Так, у меня семь ходов ученый. А инженер тоже семь ходов. Надо будет с инженеров переключиться. Отмени до инженера. Ну и сейчас уже семь ходов. Это еще нормально. Главное не забыть. Кстати, не нужны нам ни на что инженеры случайно? Подумай. А вдруг? Вообще не на что уже. Сидней какую-нибудь, но никто из нас ее не может построить. Останкино. Но мы дни доиграем до Останкино, я думаю. Все, что нам нужно. Сейчас, как можно раньше выйти в стелс и прапать их мне. Ну мне, да, наверное. Чтобы молотки были. Потом, это, воду у него все сломать. Потом можно и парить. А, у меня еще тут ученый. Так, Леш, держи. Сколько у тебя Вера? Блин, ну... Почему вот когда война, постоянно подлаки какие-то начинаются? Он не пострелил по линзу, это хорошо. Ты считал, сколько он выстрелов сделал примерно? Три, да? Смотри, у него линкоров на три юнита. Можем три юнита каждый ход ставить, он будет их убивать. Пусть убивает. Линд стоит, они его не заберут, а мы уже почти в стелсах. У меня уже... У меня еще ученый скоро. У меня уже один прокачался... Один истребитель до селф-РПР прокачался. Да, вкачивай. У тебя золотой век, да, кончился? Я смотрю, молоточки упали. А у меня 278 молотков сейчас. Жги ученого, Леш. Слушай, ну блин, ну... Окей, окей, да, я понял тебя. Все, я молчу. Я же не сижу на диване, знаешь, смотрю на экран, думаю, что бы мне сделать? Ты просто своими советами отвлекаешь. Вот когда я забываю что-то, это да, хорошо. Слушай, не пора ли мне на один ход построить Оксфорд? Ну, чтобы один ход оставался. Думаю, пора. Не, Оксфорд, мне надо в Зальцбурге будет строить. Что-нибудь уже науку дает? Так, у меня нефти больше нет. У меня одна только. Ну, построи тогда еще один бомбер, чтобы... А что у нас с деньгами? Есть деньги-то на АПК? 503... Они будут, я думаю. Пентагоном будут. Плюс, если что, я продам каких-нибудь рабочих, они не мало. Ладно, мало. Сообразим там. Если что, ты как бы смотри, ты купишь ученого. Ты можешь вообще торговца купить, пойти в Илеваново отправить? Кстати, да. Нет, нет, нам нужен ученый. Сколько у тебя там веры? Тысяча четыре... Ну, через два или три хода я смогу купить. А потом у тебя... У тебя примерно сколько веры там? Сколько капли? 66. Ну, за 10 ходов там у тебя наберется еще на торговца. Так у нас уже... Ты вообще можешь вырастить торговца. Подожди, у нас уже будут стелс. Нам уже торговец не нужен будет. Через 10 ходов, тем более. У них нет пластмасса до сих пор. А вот, кстати, в ракетостроение они тоже уже вышли, мне кажется. Не знаю, зачем. Да, вышли в ракетостроение. Ну, видимо, тоже идут в стелсы. Без пластмасс прям. Блин, как он не убивает юниту, я не понимаю. Блин. Высаживается. Ну, только пограбит, это не сильно важно. Они не заберут линз на следующий даже еще через ход. Даже не пограбил. Так, не забыть бы мне следующим ходом Оксфорд в Зальцбурге отменить. Вот это можешь мне напомнить. Что он делает этими рабочими? Какими? Ну, вот он рабочего тебе закинул, мне закинул. Может, заслуживает? Это они так и следуют? Наверное. Типа, хочешь, чтобы мы его захватили, а он их... Ну, я могу. Не обстрелить, так зачем? А он будет юниты обстреливать. Он может сейчас парашютами прыгать далеко из-за рабочих. Ну, как? Ну, у линца, ладно. Ну, пускай прыгает. В принципе. И что? Вот он сюда прыгнет, и что? У меня ученые через три хода. У меня ученые через три хода. Так, ну, я второй по производству. Ты первый. Француз отстает вообще дико просто. Шесть процентов по науке отстают. Он деньги потратил все. В Москве тоже мало денег. Но у них-то деньги все равно есть. У них там плюс идет какой-то. Или уже нету? Плюс идет, да. Но не такой большой, потому что они армии настроили. Реально исследуют, что ли, бегают? Может, он на какой-то алюминии или на нефть хочет прыгнуть? Ну, скажите, нефть-то вообще спрятана от них. Они ее не найдут никогда. Слушай, у меня просто зависает игра, когда ходит француз. Ну, конечно, я не знаю, что делать. Леш, строй армию, пожалуйста. Вместо биржи всего. Я понимаю, что нам нужны деньги и Оксфорд отмени еще. Строй армию, только армию. Просто такие-нибудь каски, там вот это все. Я, конечно, поставляю тебе армию, но... Если ты еще будешь ее строить, будет супер вообще. Ну, блин, я даже не переключаются сейчас эти. Вот он высаживается. Там парашют высаживаем. Пока парашют летит, да, там лак идет. Пока он именно приземляется так долго. Так, я защищаю. Ты, докуда у тебя долетают бомберы около линз? Расскажи мне. Но смотри, на его парашютах, которые сейчас высадились, у меня... И у него работают истребители. Раз. Я два раза зачистил на его обоих. Два. И я три раза зачистил. Ну что, поможет попробовать? Скорее всего еще есть. Нельзя терять, Леш. А нахера нам бомберы вот они просто... А, пока мы будем апать? Чтобы апнуть. Потерпеть немножко. Даже если не заберут линз, мы успеем выйти в селси. Я тут все раскидаю. Потом линз из что вернем и пойдем дальше. Они уже не успевают в селси. Единственная проблема, что они сейчас могут это... РСЗО сюда притащить. Ну вот арту притащили. С РСЗО могут прикатить. А, они по линцу будут сильно бить РСЗО. Через шесть ходов влияние на обе ГГшки у них спадет. Ну, они деньги, наверное, закинут. Слушай, а это Mobile Sam что-то имел вот эти притаскивал юниты? Что еще раз? Пулеметная рота. Я не знаю, как она в английском будет. Она у нас до радара была сразу же. Вместе с зенитками. В баллистических ракетах. Линзы жалко. Я два раза зачистил небо у линзы. Я три раза. Сейчас еще истребитель сделаю. Я вижу, у него три истребителя. В Париже три. И еще там авианосец зачем-то стоит. Скоро у тебя ученый свой. Париже три. Продолжение следует... 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 Ну, я обещал отдать им линз, я его отдал. Ты отдал, да. Леш, Оксфорд не забудешь? Поставил. Так, и давай после стелсов сразу в Экскомы. Да, так и сделаем. Жалко, что у нас еще нет у Оксфорда, правда. Так, а на сколько стреляют у него клеток линкоры? На 4, если он прокачивал. То есть через 3? Через 3, если прокачивал. Самый нижний прокачан. Он тебя тут вообще не трогает. Вот только нижний линкор может что-то сделать. Ну, еще там слева один, который тебя побить. Ну, линз нам надо отбить, потому что там алюминий есть. 3 штуки. Алюминий нам не помешает. Я апнула, получается, 8 всего стелсов. Нет, 7. У тебя нефть еще есть? Ну, сейчас одна нефть есть. Кстати, непонятно откуда. Дай мне одну, я построю еще бомбель. Так ты деньги не хочешь мне передать? На один ход? Ну, 35 все-таки. Давай. Ну, он линкор уже ко мне подводит. Ну, они самый главный город в игре взяли. Пора твоими мусорными городами заняться. Сделку прими, Леш. Странно, почему эта сделка мне не показывается иногда. Вот я не принимаю тупо потому, что ее не видно. Теперь деньги. Сейчас заберу сам. Дальше. Он линкор. Он линкор. Он линкор. У них все еще нет пластмасс И нет двигателя Ну здорово Не открыли какие-то строения и все Ну радио вон пошли О, у меня еще ученый появился Зашибись Четыре хода до XCOM Ну я еще XCOM и тогда на деньги апну Потом у меня парашютов много Вопрос с чего начать Я могу, нет, поличина не надо пока обстреливать Что думаешь, как поступить Линз отхватил сначала Ну во-первых, линз обратно Да, и желательно все эти юниты ему Нет, сначала убей все юниты Вокруг линз А потом захватывай линз Субтитры сделал DimaTorzok О, он один бомбер в линз перекинул У меня три истребителя на перехват Два из них по два раза перехватывают Он же, наверное, вену будет Или там юниты около вены бомбить Я вообще не знаю, что он будет делать Сколько? Сейчас посмотрим, как я буду их ломать Я его истребителям урон практически в три раза больше наношу Неужели они у него не умирают? Я тоже сильно бью Они же лечатся Очень сильно Так и у меня уже два истребителя на лечение стоят Все, ты ему все убиваешь? Я сначала с этих начну Правильно Так У меня тоже еще два бомбера есть Может, дашь мне денег на ап? Мне нужно сто пятьдесят Сколько они у тебя? Сто пятьдесят и мне еще три алюминия надо Или лучше пускай у тебя будет Я вот думаю Ну, трапай, а куда? Все равно они у тебя будут просто бомберами что ли висеть Ну да Пусть будут У меня алюминия много ГГ? Да Ну что, зайдем посмотрим Ну, я не глядя их территорию Я думаю, что они просто почему-то мало городов поставили Вот и все Это их единственная ошибка Именно за счет этого мы смогли вырваться вперед Конечно, у меня крутой бонус еще, но в принципе Я думаю, что твой бонус немало зарешал Зарешал, естественно Но он зарешал, потому что у меня четыре города Если бы у меня было три города, они бы меньше появлялись А эти два города француза постоянные какие-то учатся Я за русского загружусь За русского? Ну, у француза откровенно Орлеан Просто плохой город Ну да Просто плохой Даже не дело в том, что там То есть француз очень сильно хотел Так почему не поставить на... Слушай, вот мне кажется, русский подселил француза своим Петербургом Вот где Петербург, надо было французу ставить город еще, третий Ты подсмотри, сколько у них места еще ниже Москвы Да у них вообще территория лучше, чем у нас, тупо Просто Ну не знаю, вот насчет этого Ну как? Это смотри, сколько у них холмов Вот у меня такого не было У меня вообще на всю мою территорию раз-два холмов и обчелся, и все Вот почему русский не поставил вот здесь... Слушай, ну вот почему Питер надо было здесь ставить, а не вот там, где у него лучник стоит? Это что, плохое место? Вот это плохое место? Не скажу, что оно хорошее, но лучше, чем ничего Ну вот уберем мысленно алюминий, нефть, которых не было, да? Там еды мало Но если город... Нет города, то нужно поставить Да, то есть тут два камня, да? Железо, ресурс роскоши, олень, амбарный ресурс У овца еще стоят Кстати, а какой у них... О, крокота у Новгорода, которую они так и не обработали Ну вот... Да, зачем? То есть Новгород лучше город, да, чем который бы вот там стоял внизу, ты хочешь сказать? То есть Новгород лучше? Нет, Новгород хорош Я спрашиваю, лучше он, чем тот, который бы внизу стоял? Просто Питер, он Питером подселил француза тупо Вот посмотри, и французу, получается, негде просто вообще города, получается, ставить И получается, что он поставил Питер, и французу действительно некуда было... Вот этот Леон, это что, нормальный город? Думаю, они его поставили только для фабрик Да... Кохокию захватывать так себе... Козил захватывать тоже так себе... Блин, вот реально... Ну, во-первых, Орлеан, мне кажется, стоило на Бизонов поставить, а не там, где он поставил... Ну, по моему скромному мнению, не знаю... Просто у Орлеана вообще тут клеток раз-два и обчелся для обработки... Поэтому француз постоянно в производстве вообще где-то там был сзади... Ну, вот смотрю, у него даже ученые не сидели... Не поставили все в рынке, банке... Кстати, а сколько им до этих оставалось? До стелсов... Я два хода назад загрузил до стелсов, они пластмассы открывают только... Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Шесть тех у француза, ученый... Через десять ходов, у него 308 науки, а у русского... Четыреста девяносто четыре... Тут без вариантов просто... А алюминий, кстати, у русского есть, потому что у француза нету алюминия... В трейде два показывается... Не в трейде, а сверху... Ну, я его не вижу вообще... Ну, у него алюминий вот тут внизу, кстати, восемь алюминия, где он не поставил город... Не, я считаю, что просто... Мало городов они поставили, и плохо они их поставили, особенно француз... Русский тупо подселил француза, и французу некогда было развиваться, получается Вот у меня территория намного хуже, чем вот у них... То есть у меня вообще нету... Смотри, вот у Петербурга сколько холмов, посмотри Сколько холмов у Петербурга Кстати, а кто у них Петра построил? Да, они все с порядком там Петра уже кто-то из них построил, по-моему... Нет, или я построил Петра? Да, я построил... Француз просто вот без ничего играл, получается То есть отъел Париж, ну, Орлеан, Орлеан плохой город Ну, у него выбора не было, ему нужно было, возможно, к Охокею забрать Охокея не так уж плохая, я бы сказал Ну, это средний город, да Ну, а лучше, чем ничего, правильно? То есть там есть, в принципе, фермы, которые тебе вскоре дадут еду Холмы есть там раз, два, три Да, у Парижа забрать пару холмов, лесопилки сверху построить Люкс уникальный Мне кажется, все-таки здесь стоило на месте Питера французский город ставить А русскому ставить вот Москва, Новгород, предположим, да И вот там вот внизу У горы, тоже у горы, между прочим Как и Питер у горы Вообще, как-то вот визуально кажется, что у них места больше Ну, кстати, да Почему так? Я не понимаю У нас как-то... ГГшка у нас в центре прям, кстати Да, у нас Ереван как-то так нехило отъел территорию Ну, смотри, ну вот даже вот у них на карте видно, что у меня у Линца Два холма У Вены там еле-еле холмов Непонятно Ты у Линца-то холм так и не купил? На который эти деньги давал? Почему купил? Я два холма... Один холм не купил? Нет, нет, я два Один, да, но на него уже не хватило А там, понимаешь, я как раз уже свободу То есть я посадил спецов У меня спецы уже по этим... То есть жители сидели по еде То есть уже холмы тут особо не роялили И они, тем более, видишь, приплыли еще и разграбили это все дело Ну, думаю, кстати, в набожность все-таки не зря мы пошли Три ученых, считай, купили, правильно? Да, да Реформация тут помогла Три ученых реально купили Сколько у тебя там науки-то было? Ой, я уже не помню Сколько у тебя науки? Ну, 800, наверное Без Линца 800 было Так, Линц, я тебе говорю, Линц самый мусорный город из моих всех Я его по остаточному принципу уже ставил И в нем меньше всего всех и было То есть когда меня захватили, я особо это не ощутил на экономике именно Просто неприятно, что они его захватили Но у него тут стоял авианосец с пятью перехватчиками Было бы у нас... На что они вкачаны, кстати, были, посмотри На два перехвата или на молоток? Нет, на перехват и на дальность Истребители на дальность? Да Это интересно Ну, я думаю, что они еще хотели вену брать, наверное То есть на десять клеток Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Ну, от авианосца до вены восемь клеток А дальность сколько? А дальность две клетки добавляет То есть им дальность не нужна на самом деле была Не, подожди, а нафига я ему дальность? Стоп, у них же нету бомберов Или они строили бы бомберы Чтобы захватить вену Я только один бомбер В Питере есть три бомбера Ну, да, и все Внутри бомбера это мало В Питере почему-то ГЭСКИ нет Не сильно, конечно, много молотков дала бы, но все равно Я вот смотрю, у русского не сидят спецы на науку Они сидят на промку, на деньги Ну, так они хотели На молотки только Так им уже сейчас наука была нежная Так понимаю, это у них был последний раж Либо они сейчас берут, либо мы стелсами их выносим Все Ладно, Леша Ты хотел, Ваня, в развитие сыграть? По-моему, у нас в развитие получилось тут сыграть Ну, да То есть мы победили чисто развитием С другой стороны То есть у меня все равно такое ощущение Что это скорее не мы победили, а соперники проиграли То есть вот так странно поставить города Француз вообще тут не игрок был То есть у него просто демография никакая Поэтому я не знаю, как им тут можно было побить При том, что территория, по-моему, у них лучше У них больше производства И у них и джунгли есть Может поменьше, чем у меня в Зальцбурге Ну, кстати, тоже очень правильно мы в Зальцбурге Нацколледж строили Ну да, прикольная тема Ну раз, главное, у тебя нормально Сколько он там науки у тебя уже давал? По 400 давал? Нет, слабыми Да, да, где-то так и давал Я не видел, но я думаю, что где-то в этом районе То есть то, что у меня линз брали Оно вообще никак на науку не влияло И ни на что не влияло Ну, спасибо Ладно, там посмотрим Спасибо за игру Поздравляю с победой Пока Тебя тоже Пока Играйте в умные игры Загляните на сайт Consolewar.ru Спасибо, что застарели до конца Я Леша Халецкий Тот, кто сделал это видео У меня к вам несколько просьб Во-первых, не забудьте поставить лайк А во-вторых, поделиться этим видео Раз уж вы застарели до конца Видимо, оно вам понравилось Я вам буду благодарен И это поможет распространению Моего творчества для более широких масс На этом все Играйте в умные игры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому